В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей 14 марта в Донецком агентстве новостей состоялась пресс-конференция начальника инспекции по защите прав потребителей Николая Тимченко, посвященная работе инспекции и правам потребителей в республике. За период с начала 2016 года по февраль 2018 инспекции было проведено 4626 плановых мероприятий, проверки субъектов хозяйственности согласно плану работы инспекции и 505 внеплановых мероприятий. Внеплановые мероприятия проводились на основании обращений потребителей, на основании писем ОДДР, Народный контроль и Министерства внутренних дел. Вынесено штрафных санкций на сумму более 75 миллионов. В бюджет республики начислено 60 миллионов рублей. Остальные суммы денег находятся на обработке юстиции. Отдельное внимание было уделено выявленной продукции, которая не соответствовала требованиям и стандартам качества. Речь шла о товарах как продовольственной, так и непродовольственной группы. В частности из товаров продуктов группы это масло сливочное и сметана. Очень часто молочная продукция, которая поступает к нам, не соответствует стандартам и нормам. Для этого мы плотно очень работаем центром стандартизации метрологии, проводятся отборы, эта продукция ведется в лабораторию. По заключениям лаборатории выносится к субъектам хозяйственных, которые реализовали эту продукцию, поставляют республику в штрафные санкции. На рынок ДНР была завезена стеклонезамерзающая жидкость. Мы все, кто автолюбители, все ее используют зимой для того, чтобы не замерзалась. В ходе отборов из 9 образцов, которые были отобраны нами, 7 образцов оказались некачественными. Поэтому эта жидкость была снята с рынка, была размещена на нашем сайте официальной информацией для потребителей, чтобы впредь эта жидкость не поступала на рынок. Вместе с тем руководитель инспекции разъяснил, каким образом следует действовать гражданам, столкнувшимся с нарушением их потребительских прав. В случае, если право потребителя нарушается, любой потребитель вправе обратиться как к субъекту хозяйствования в письменной форме или оставить свое замечание в книге жалобы и предложений, так и вправе обратиться к нашу инспекцию. Есть целая процедура. Человек обращается в инспекцию, после чего жалоба расписывается на отдел оперативный. У нас два оперативных отдела. Это отдел услуг в сфере услуг и оперативный отдел в сфере торговли. Жалоба рассматривается в течение 30 дней согласно закону об обращении граждан. Анна Триксель, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.